Добрый-добрый-добрый день дорогие друзья у микрофона друг это студия игрокам тв и мы начинаем трансляцию матча между вега сквадрон и команды лондон конспирейси на данном этапе и вега сквадрон лондон конспирейси делят между собой вторую позицию и им тут кровь из носу надо побеждать побеждать надо каждой команде я думаю что ничья не устроит ни один ни другой коллектив поэтому потому что по поинтам у них 4 у каждой из команд по количеству побед ничей поражений тоже абсолютно идентичная ситуация что с одной и с другой стороны ну и ничья по сути у нас сделает все то же самое будет переигровка если будет ничья поэтому тут лучше бы конечно выиграть либо одной либо другой ну на данном этапе лондон конспирейси одержали одну из серьезнейших побед такая слегка сенсация была вначале у нас квалификации европейских лондон конспирейси в первом же матче обыграли со счетом 2-0 команду нави нави правда потом разозлились и обыграли всех кто присутствует вообще в группе b и сейчас с девятью поинтами уже находятся у нас верхние сетки на втором этапе квалификации на плей-оффе ну и выходит в нижнюю сетку второе место верхнюю сетку выходит первое место из каждой группы из группы а уже фрэнкерсон си кэптон вышли у них за четыре игры 8 поинтов 2 победы 2 ничьи печаль и расстройство для всех фанатов команды alliance команда alliance получила три ничьи и одно поражение в итоге с тремя поинтами они делят последнюю строчку с bird and united никто никуда уже из них не выходит вообще группа b закончилась ниндзи в пижамах заняли вторую позицию и горе для всех снг фанатов команды pr pr занимая третью строчку они пытаться даже не будут выходить у нас на international не знаю верилось ли им не верилось казалось что команда alliance у нас в старом новом составе могла бы потягаться тут со всеми я пророчила лайнс вообще тут разрыв беспроблемные абсолютно из-за новей боялся чтобы их в одну группу с альянсами не бросили а в итоге alliance у нас из четырех матчей 3 проигрывают ну и о чем тут можно по сути говорить alliance не попадает international у нави шансы прям таки великолепный нави уже в сетке венеров уже ждет своего оппонента это фрэнкерсон си кэптон а дальше если выигрываешь все-таки венеров матч который у нас кстати в 15.00 сегодня то смело выходишь в гранд-финал а там ждешь а там ждешь пусть как в нижней сетке до рубятся у нас не пы в вега или лондон конспирейс и фрэнкерсон си кэптон если вдруг нави их туда сбросит ну хотелось бы хотелось бы ладно у нас сейчас решается судьба второго места в группе а следовательно и команды которая будет иметь еще шанс выхода на international кто в этом матче проигрывает тот у нас улетает того больше мы в этом году с названием international вообще не будем связывать в принципе было бы очень неплохо на самом деле если бы вега сквадрон российский коллектив с известными российскими героями российско-украинскими маг соло паша но он и всем азе слэйр оказались бы у нас хотя бы в сетке плей офф да не очень бы хотелось чтобы они навея наказали например и нави у нас не попали на international все-таки команда могла бы там зажечь у команда огромнейший опыт международных соревнований ну и international без нави не international по сути но 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 конечно века хотелось бы чтоб поборолись так что не буду кривить душой топлю здесь за вегу ну я думаю что вы это особенно не услышите надо хорошенько постараться чтобы начать кричать в вега google дазл никс ассасин shadow find pugna и чем для команды лондон конспиресси забрали чена элси исключительно я думаю с одной целью чтобы он не достался соло 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 в итоге забирает себе шейкером маг будет играть у нас на dark сирия все мы за слэйр будет играть на лишь раке лишь рак здесь фармит к счастью они керри лишь рак урса от паши вега уже показывали и новям в частности что усы могут отрывать лица и урса и всех героев которые это делает с удовольствием ну и но он будет стоять на медвине на квапе по героям команды лондон конспиресси спартан будет в лесу играть на чене внизу мадара фармит на пугне очень необычный вообще выбор керри по данному пику так точно не знаю например как будет пугно против фурса сражаться где-то минуты после 25 есть подозрение что никак вообще ну и так 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 ну и оффлейн оффлейн здесь скай ларк на никс ассасиме по моему тоже не знаю почему но все чаще я замечаю что никс на сложной не тащит независимо вообще от того кто этим никсом играет паша топнул себе под ноги продамажил кайзера и паша уходит у нас на топ-лейн соло будет саппортить пашу на шейкере ну и сиома the slayer играет на лишь раке в принципе комбинация для шейкера ой для шейкера для урсы достаточно удобно через фьюри свайпс под фиссурой секундочку постоял под замедлением от лишь рака через lightning storm под сплитеос если попадет сиома the slayer тут у никса должны быть траблы огромнейшие поэтому карапасим просто маст хэв скай ларк может быть как-то сможет отсрочить свою смерть вообще смерть по сути здесь верно еще раз тут карапа карапейс решит много проблем для скай ларк он вполне может быть что никс ассасина туда и отправили с одной исключительной целью выживать зарабатывает level а потом избегать встречи с триплой команды вега squadron на данном этапе вега squadron забирают отправляют точнее мага в соло на сложную против мага стоит дазл и против маг нас мага стоит у нас мадара вчера говорил и сегодня повторюсь не очень удобно для дарксира стоять против пугны потому что через nether strike через nether blast прошу прощения крип на котором лежит айншел фактически в ноль рассыпается поэтому мадара не позволит в полной мере фармить у нас магу при том это ауе дэмэдж от nether blast а то есть если даже два например есть айншел а то и два два крипа будет для мадары в общем-то очень просто все делается ну вот вы видите пока что nether blast просто первого левела это не очень работает ну вот после nether blast а третьего левела проблемы как таковые для мадары исключены если конечно не натупит и не заснет головой в клавиатуру ну что на медлайдни у нас кайзер идет 4 на 3 против него но ванного на 3 на 7 но ванту динайд больше чем убивает даже удивительно ну и первый выход нейтральный крипка забрал чен наваливает здесь соло ну здесь выход на выход спартан отправил кентавра помочь в мидлайн своему тиммейту кайзер на эссефе должен был по сути в делать фб здесь тоже не очень получилось ну что кентавр гоняет у нас но ванна shadow strike в кентавра и но ван скорее всего заберет у нас кентавра соло забирает кентавра фиссурой что простите зачем непонятно при том что но ван сам бы конечно в соло забирал бы у нас кентавра не так то сложно что три минуты сыграно по фарму лондон конспирейси всего лишь на 100 опережает своих соперников по экспириенсу 200 соло настреливает фиссурами по кайзеру ему не холодно не жарко если на ван ближе не подойдет то какая разница будет ли соло давать фиссуры в сф или нет фиссура не столько дэмэджи наносит сколько позволяет получить географическое преимущество вот ну а здесь если но вана но ван точнее не бьет кайзера то какая разница где у нас сф стоит по эту сторону фиссуры по ту сторону фиссур и так у нас фб на маги делает команда лондон конспирейси забирают мага и первые деньги за убийство капают у нас в команде лондон конспирейси вот собственно вы и видели на реплее как все у нас происходило 1-0 по вели лондон конспирейси они уже выигрывают на тысячу по золоту и по экспириенсу чуть больше сотни странно даже немного странно хотя на ранних минутах экспа обычно капает нам не очень нам и и всем остальным капает не очень поэтому по деньгам здесь если и будет преимущество то будет оно повыше чем по экспириенсу мадара уже третий нэзер глаз в это время у нас файт пошел на мид лейне выходит спартан скрипами спартан скрипами через сетку через шок вейв разваливает соло соло хотел испортить жизнь кайзеру а в итоге своей команде подсеропил потому что потому что фидит потому что фидит и очень много по такой игре будет зависеть у нас от урса который либо выфармит либо не выфармит и все и очень простая схема ну что спартан на нова на нова понял чем все может закончиться и по-быстрому делает блинкаут здесь есть сетка которая очень неприятна для нова да вообще для всех у кого есть эскейп сетка прям вообще не очень если от кентавра вернуться блинком можно что и даже не дает сетку по нова но здесь тролль соло спартан да соло тоже оговорка разумеется имеет смысл потому что обычно соло у нас играет на чене когда на карте играет команда вега сквадрон лондон конспирейси формят хуже выигрывали тысячу теперь на 750 всего лишь впереди и и по экспириенсу лондон конспирейси выигрывают 350 сф это время забирает квапой то это невиданно просто они просто забирают героев команды вега сквадрон в местах в которых не должно быть в принципе давайте смотреть как это ну и все-таки вот он приходит роль вот сетка в нова на но он не может блинкануться шок вейв сф забирает двумя кайлами квапу отлично поиграли ну что 5 с половиной минут у нас сыграна лондон конспирейси зарабатывают деньги за счет фрагов они хуже фармят по крипам это понятное дело но зато они больше убивают и вот пожалуйста уже полторы тысячи они по золоту выигрывают и по экспириенсу чуть более 500 неприятно что мидеру удалось слиться здесь но он идет 20 10 крепстат депо 3 стату но вам тоже у нас как вариант вообще не очень спартан почти пятого левела но ван шестого sonic wave но ван не вкачал скрим of pain зато прокачал кстати спартан мог бы здесь и умереть если дальше пошел но ван не решился типа тавер здесь сетка на тролле как была такая остается и поймать под тавером квапу это значит убить под тавером квапу но ван рисковать не стал и видно что они не довольны тем что происходит на сложной линии skylar 8 на 0 у него по крипам паша в это время 48 на 12 вот паша тут показывает просто олимпийские рекорды касательно фарма за 7 минут 50 крипов очень хороший тайминг скажу я вам то есть максималка это где-то 80 чуть-чуть может больше это если абсолютный фрифарм и 100 процентный забор всех крипов для этого надо держать линию на одном и том же уровне для этого надо чтобы саппорты нон стоп харасили у нас оппонентов чтобы никаких отводов никто не делал у тебя за спиной например ну паша идет близко к этому результату но тут 80 конечно не выйдет но и перемещается паша у нас куда может быть на роху уже урса перемещается или на эншентов сейчас узнаем вполне может быть что урса уже отправляется на рошана да паша у нас отправляется на рошана 7 минут 30 секунд паша пошел на рошана у него фьюри свайп с 2 левела но есть если что мордик маск в принципе если подразбить здесь рохи лицо то конечно под фьюри свайп с паша сможет роху забрать ну тут на самом деле баталии с рошаном урсы у которого всего-то 400 хп не просто поинтересно всего остального но урса отъедается конечно великолепно дэмэджа уже тьма тьмущая поскольку отлетает с рошана с одного удара где-то по 350 и больше и теперь по 500 будут отлетать с одного удара ну все роху разваливает паша это не проблема а здесь уже есть тролль здесь тролль есть тролль подошел поближе правда соло сам по спартан опять оговорка с этим соло спартан далековато находился да и вся команда лондон конспресси близко не подходила и урса перемещается у нас на эншентов урса уже есть 2100 с копейками паша может приобрести себе даггер может купить фейсбуц и но судя по количеству денег которые паша для себя сохраняет у меня есть подозрение что паша у нас купит даггер сейчас через 60 копеек и организует очень серьезную экшен доту по всей карте очень хотелось бы вообще в это в это верь потому что агрессивная дота зачастую приносит свои плоды и она более действенна чем дота пассивная дота фарма там непонятно кто лучше фармит кому пропрет кому не пропрет квапа у нас забирает чена где кстати чем у нас почил чем нас за тауэром решил сквапой подраться в это время команда лондон конспресси переходит в пуш на нижнем лане и появляется даггер урса и паша побежал у нас за мадарой правда у мадары мув спит повыше 375 у паши 360 но здесь же есть серж от мага не знаю ускорял ли он урсу или не ускорял по моему нет паша уже во вражеский лес у него есть эйджис у него есть мордив маск у него рингов базилус и бутсов спит и все в принципе на этом для паши артефакты закончились но честно говоря ему то сейчас больше и не надо ему в скором времени понадобится бкб да это факт прыгает у нас паша на мидлейн грызается в кайзера еще один удар и кайзер разваливается все зажегся у нас урса не подходи вообще к нему близко разультился повысил свой фьюри свайп с дополнительный урон ну и сбросил с себя все негативные эффекты я не знаю были ли они не было их что паша переходит у нас в лес тут для фарма в общем то тоже более менее нормальная ситуация эршок вкачен в 2 фьюри свайп с 3 и овер пауэр в 2 то тоже вкачен у паши и по хп в лесу проседать сейчас так точно урса не должен он может проседать до поры до времени а потом на кого-то одного крипа переключиться и за счет огромнейшего дэмэджа которую наносит физической схватки очень быстренько отъестся есть хедрес есть рингов базилус есть мордеб маска и остается при 200 копеек до появления рецепта на влад мир шейкера забирает скай ларк соло остался у нас на топ лейне непонятно почему команда века сквадрон нон стоп фидит они правда занимаются невменяемыми немножко вещами пока паша у нас фармит и по сути будет тащить команду команда вега сквадрон впрочем в лучших своих проявлениях то это мак то это соло умудряется отдаваться и отдаваться по всей карте на всех линиях ты один команда лондон конспириси уже спушила по нижнему лайну на медлэйне все в принципе нормально на топе тоже не прикасались вообще к тауру со стороны команды вега сквадрон ни единого момента чтобы вега начали пушить я не наблюдал потому что этого не было в принципе что по голде лондон конспириси выигрывают чуть более тысячи по экспириенсу вега впереди они впереди на 1400 у пугну уже есть мека у него уже есть аркан бутсы и есть рингов базирус мадара будет покупать себе аганим скорее всего наиболее полезная вещь на данного героя у сфа готовится и у немного совсем осталось так рвается у нас урса на сфа кайзер вот грейвом и паша тут может просто напросто разгореть у пашина есть аэгис поэтому подняться и можно будет подраться если кто-то был рядом нет и блинкаут не успевает она сделать ваша кайзер просто зарабатывает даблкил благодаря врыву на него жесть какая-то у него фулл хп фул мадара я так понимаю влил да у нас все в кайзера все необходимое да вот это про саппортили своего мидлейнера паша опрометчивое решение принял это факт так ошибаться больше нельзя впредь потому что ни к чему хорошему явно это не приведет ну врыв был очень наглый ну что поймали сему зе слэйра фиссура у нас от соло кого-то подстопит ну там уже не зер страйк о не зер бласт от мадары был проюзан поэтому не уйти лишь раку было никак 7-2 становится счет по голде 3000 лондон конспересси по экспириенсу все они уже впереди они обгоняют своих оппонентов российский коллектив сейчас уже проигрывает грекам и проигрывает основательно и проблема в том что в коллективе лондон конспересси так а ну-ка выход на на у вана карапасе проезжал скайларк кстати туповатенько проезжал как-то карапасе он и не ударил из вендеты квапу и не застопил ее он же видел что скрим оф пейн квапа проюзал зачем было юзать карапасе непонятно так вот у команды лондон конспересси есть мейн керри пугна который в лейте будет достаточно серьезной фигурой и против того же урса справиться вообще не проблема бросаешь его в астрал и и насасываешь что еще делать модаре на вот а со стороны так урса да урса это понятно но медлейнер команды лондон конспересси имеет возможность по такой-то ситуации выйти в хорошего добротного мейн керри у кайзер уже 6400 нетворс главный нетворс на карте он на полторы тысячи обгоняет квапу и я думаю что квапа против сфа в лейте при равном а еще и плюс фарме для сфа не боец то есть сф конечно помощнее и в итоге мейн керри может стать бесполезным у команды вега-сквадрон тем более если паша у нас почаще будет так быковать так паша провязал нас уже overpower готовится ворваться в мадару до этого хоть как-то надо подстопить его что соло уже есть что готовится да все здесь уже вся команда лондон конспересси собирается у нас на топ-лейн ну и в пятером лондон конспересси здесь ан мак в это время у нас на мид линии лаги у соло или не у соло а у лишака да все мы за слейер у нас отлетает от игры так ну давайте по артефактам пробежимся у лишака ничего интересного совершенно смог тут единственное что внимание вообще заслуживает аркан бутсы уже есть для соло на шейкере 800 голды также для него квапа зарабатывает себе уже на поинт бустер есть у нее pt magic wand и нул талисман для квапы ну боттл конечно же тоже есть но он готовится выйти в вагоним у дарксира есть мека после мекки в принципе ничего интересного soul ring я не знаю сразу по моему сразу был слоу ринг слоу ринг да дарксир просто у нас нафармил 775 и по артефактам пока обновлений никаких ну и урса есть уже владмир после даггера появляется данный артефакт ну и этапок пока без грейда какого-то поэтому паша паша конечно боец с четвертым фьюри свайп сможет соло разорвать любого но для этого для того чтобы файтится более-менее достойно против трех-четырех надо конечно артефакты и паша это прекрасно понимает поэтому и в лес у нас залез и из лесу практически не выходит кстати он и в лесу умудряется подстрять правда во вражеском и нападая на мидера команда лондон конспирейси который фармил споты и против четырех игроков поэтому с данным вопросом лучше бы конечно паши прекратить он перемещается на мид лейм команда века будет пытаться спушить летит уже сюда никс ассасин вендетта у скайларка есть кайзер поднимает соло реквимом салт даже не начинал кастовать эхо слэм у нас от соло фиссура по кайзеру но one sonic wave и очень поздно но ландо и sonic wave не знаю мека спасла ли от смерти двух игроков на то что избавила их от лоу хп а там прыжок и крик мог бы быть от копы это факт если бы не мека конечно могла бы тут в апреле трипл килл себе заработать в а тем не менее команда лонг конспирейси фуловая соло на лох и по уходят у нас на базу тоже плюс конечно что он не слился здесь энэзер бласт свое дело делает плюс крипы плюс скайларк на себя агрит всех ней крипов команды вегас квадрон ну что будет ли файл должен быть фиссуру провязал соло стяжка пошла у нас от мага стяжка под стенку очень даже удачная спартан отваливается через айншелл тпау старается сделать пугна и у него это получается ну и тпау делает даззл ничего так собственно с даззлом не сделаешь забрали только чена давайте посмотрим сколько чен стоит для команды вега сквадрон 500 голды 680 экспириенс и 500 голды всего ничего даже ульты на самом деле того не стоили но тут важно было команде вега сквадрон не отступать как-то остановить наступление команды лондон конспирейси чтобы об них ноги не вытирали оставшуюся игру 2000 лондон конспирейси выигрывали по золоту по экспириенсу в пользу команды вега графики полторы тысячи в их пользу но ван пошел уже танковать тава самый жирный но ван я думаю что тава конечно вега забирают здесь всего лишь два игрока команды лондон конспирейси разве что за дэнайт могут даже и пытаться не стали лондон конспирейси но тава падает это факт и расходятся по графикам свое преимущество почти в три с половиной тысячи уже до тысячи потеряли игроки команды лондон конспирейси а вот по экспириенсу вега только наращивает свой отрыв у них две тысячи преимущества по экспе у мадары появляются гвардиан грифс появляются достаточно рано обычно этот артефакт откладывается в долгий долгий ящ где-то клейту чем глубокому такому лейту данный артефакт появляется когда уже нечего покупать и нужны слоты здесь гвардиан грифс появляется сразу для скай ларка появляется даггер хенд оф меда с бутсов спид даггер у шадоу финда есть даггер есть юл ну и стандартная комбинация сам себе режиссер поднял кого-то в ветра прыгнул под ноги дал реквену в сол по приземлению что команда лондон конспирейси фармит собственный лес пока непонятно в принципе на каком уровне вега сквадрон слабее они чем лондон конспирейси или сильнее я так понимаю не очень хотят это лондон конспирейси выяснять потому что последний файт показал что и они могут получать до этого вроде как греческая команда была помощнее ну что заходит команда вега сквадрон на роху здесь у нас кайзер кайзер реквием оф сол кастую пашу паши срезают кп хасная пошел нас от соло меккал достаточно удачного команды вега сквадрон паша на лох и п где кстати он паша у нас делает даггер аут и просто валит отсюда минус 2 уже делать вега сквадрон поднимают ветра здесь эсэфа эсэф на лох ип эсэфа собственные иллюзии разваливает минус 3 делает вега сквадрон и погибает здесь лишь а мак бьется в карапей с ларкой скай ларка точнее скай ларка отправляется в таверну 4 в 1 файт но ван делает трипл килл в этой драке счет становится равный по фрагам ай 5 5 5 фрагов байбэк здесь был от щена тим вайп по сути от команды вега сквадрон всего лишь одного саппорта потеряли 2 100 по голде 4 700 по экспириенсу и вега сквадрон эээ переворачивает эту игру это действительно камбэк причем ощутимый камбэк что вообще у кого появилось что кому надо было чтоб наконец-то начали тащить вега сквадрон ну у паши ничего нового по сути не появилось огорклаб которого в файте кстати не было и митрилхаммер это все уже позже это не решила мека от мага точно зарешала потому что там на полных вообще соплях была команда вега сквадрон мека по половине хп восстановила всем и каждому квапа с агонимом стала у нас то есть и дэмэджа тебе пожалуйста побольше и и все и все а ну и шейкер шейкер залетел конечно с эхо слэмом туда под стеночку прям на пять с плюсом соло здесь не сплоховал лишак погиб цена его жизни на самом деле очень дорого стоила команде лондон конспирейси в пятером слиться ну и смотрите что с графиками три с лишним выигрывали лондон конспирейси теперь выигрывают вега сквадрон более трех тысяч по золоту и шесть даже шесть с лишним по экспириенсу вега сквадрон делают камбэк и даже превышают свое отставание то есть в модульном плане они конечно повыше будут чем лондон конспирейси были ну и по экспе отрыв полный в принципе 7000 на 22 минуте можно играть можно играть у нована появляется огур клапп Ещё 1400 есть на руках. Готовится, скорее всего, к ВП выйти в БКБ. Как там БКБ у нас у Паши? Паши остаётся 400 с лишним до появления данного артефакта. Паши БКБ нужно очень сильно. Потому что Пашу будут кайтить, Пашу будут мучать. Делать это будет пугно. Да, вот это неприятная, конечно, вещь. Лайфдрейн это не есть хорошо. С другой стороны, есть шейкеры, есть, например, Лешрак, который поддержит у нас в стане 3 секунды пугну. За 3 секунды... Я думаю, что Паша должен разбираться у нас с таким хиляком, как пугна. Мадара себе не самого крепкого героя выбрала. Для физдэмэджа Мадара вообще прям создан. То есть впитывай и умирай. Команда Вега-Сквадрон в лице Соло и в лице Паши перемещается на нижний лайн. Будет под пуш под Т2. Как я понимаю, уже смещается к ним маг. Ну и дабла из Сёма Заслеера и Ноуана тоже должна как-то к команде своей подтянуться. Ноуан пока занимается фармом крипов. Охренеть, как это смотрится. Попал на Соник Вейв. Урсы, бедняжки, отхватили. Они-то здесь, конечно, выживут. Гвардиан Грифс проюзал Мадара. И начинается пуш от команды из Греции. Они будут идти на мидлейн. Они будут ковырять Т2. В это время Т2 на нижнем лайне не просто ковыряют, а скорее всего сносят. Команда Вега-Сквадрон. В БКБ прилетает Паше. И он готов, в принципе, сейчас уже лететь, тэпать свой тавер. Да, Паша уже летит в самый центр. У него есть БКБ, поэтому врываться не вопрос. Паша отменяет ТП-шку? Или как? Или что? Или был стан? Да, скорее всего был стан, Паша. Отменили ТП-шку, а не он его отменял. Судя по тому, что ХП немножко не достает. Хотя вроде как Урса был фуловый. Хитрозадый жук. Ну и, блин, ТП-аут от команды Лондона. Они перемещаются на нижний лайн. Кайзер выходит в БКБ. Ну и Кайзеру здесь привалило. Фарма. В принципе, Кайзер еще пару пачек крипов. И можно будет купить себе Блэй... Блэк Кинг Бар. Сложнейшая штука. А не словосочетание. Вега выигрывает 3000. Графики замерли на этой позиции. Ну и по экспириенсу чуть более 5. Тут Вега даже немного отдали своим оппонентам. У Паши после БКБ появляется еще и 900 на руках. Тут, я думаю, Башер будет, скорее всего, не лишним. Чтобы в соло, например, Пугни не проигрывать. Благодаря Лайфдрейну. Где-то Башиком подстопить немножко. И все, и... И выноси. Паша врывается в Даззла. Даззл. Отхиливает себя. Даззл, в принципе, здесь уже фуловый, уже готов файтиться. Но здесь под сейв неплохой. Вот Пугни за счет... Дикрепифая. Вплоть и первого левела, ну, свое дело делает. Вега, задумались. Кстати, матч такое ощущение, что уже 5 лет идет у нас. Хотя, по сути, всего-то 26 минут сыграно. Ну, насыщенная игра. И так по фрагам смотришь. Всего-то 16 фрагов за 26 минут. Ну, не скучно почему-то. Может, потому что сама вообще ситуация матча не дает расслабиться. Тут либо выиграл и пошел дальше, либо проиграл и вылетел. И вылетел вообще из борьбы за выход на Интернешнл. А это, ой, как важно. Это, наверное, для любой команды данного уровня одна из наиболее важных и главная цель на данный момент. Но высшая задача, чем на Интернешнл попасть, для коллектива Дота 2 вообще не может быть в принципе. Ну, и есть шанс, что у Лондон Конспирси, что у Вега Сквадрон. Давайте пробежимся по артефактам. У СФа. Юл, БКБ. И еще 1200 для Кайзера. Первый Нетворс на карте. Квапа у нас с БКБ 10-секундным. Не юзал, но у Ан вообще этот артефакт. Аганим уже есть, мы его видели. Есть. ПТ, Боттл и Мэджик Вонт. Ну и Дарк Сир. Блинк Даггер есть. Мека есть. Плейт Мэйл для Мага. Маг выходит в Шива Сквард. 100% у Паши 1600 после БКБ. Так, пошел нас в рифу от Соло. Уже я слышу где-то их ослэмит. Ребят очень быстро справились с Ченом. Ноуан, пошел дальше драться. Подступил здесь Скайларка Ноуан. Ну и сам, в принципе, получил. Благодаря Крепейсам Скайларк вынужден уходить на базу. Скайларк вообще без маны даже в вендетту не нырнуть. Даже при самом сильном желании. 3000 вега по золоту, по экспириенсу 5000. На этой отметке и держится. Они выигрывают по фрагам 9-8. Ну и по графикам тоже видим выигрывать. Давайте смотреть на вещи Лондон Конспираси. У них есть Солар Крест, у них есть Хедреска, есть Манго. Например, у Чена. Пугна у нас. Поинт Бустер Огр Клаб. 1500 остается до появления Аганима. Есть уже Гвардиан Грифс. Ну и Клак. От всего, что вега тут может вкастовать. Отъездся-то успеет у нас. Пугна благодаря Лайф Дрейну. А вот переживать. Берст Дэмэдж обязан. Все, Музы Слэйра нашли. И его тут здесь убьют без проблем. Тут даже можно было и не выходить. Из Инвиза, я думаю, Никсу. Хотя Инвиза, я так понял, уже к тому моменту близок был к завершению. Скайларк. На данный момент имеет 3-1-2. Неплохой КДА. В принципе, отстоял сложную линию на 5 с плюсом. Так, Соло у нас. Ой, не Соло. Спартан у нас. Начал получать Анну Вана и от Мага. Стяжка от Дарксира, мне кажется, рановато была. Можно было и попозже, зная, что ТП обязательно будет делать у нас Чен. Можно было бы и сохранить стяжку. Но он этого не сделал. Чен улетел. Так, мы видели, что у нас здесь. Что здесь тоже видели. Здесь еще и Алтимей Тор появляется для Казера. Скорее всего, это будет в Каде. КСФ обычно у нас идут в плотность. Даззл у нас. Сурнов Шадлс есть. У него Аркан Буци. У Мадары мы видели, что есть. И у Чена тоже видели. Соларкрест есть. Есть Хедреска. Мекки. А Мекки ни у кого-то и нет в составе команды Лондон Конспириси. Вообще ни у кого. И Спартан бегает у нас с Хедреской. Может и не будет себе никакую Мекку покупать. В принципе, после 30 минуты на кой она нужна вообще. Вега под смоком. Айншел уже лежит на Паше. Это означает только одно. Он будет врываться. Будет ходить вблизи со всеми. Ну что, провязал оверпауэр здесь Паша. Паша, в принципе, готов летать. Спартана не видит. Точнее, Спартана увидели. Но Спартан у нас отходит. Соло стопит у нас Спартана. Моментально разорвало Чена. Я понимаю, как за угол свернуть. И тут на тебя рояль просто падает. Так что, пошел дальше развал. Пошел развал от команды Вега Спадрон. Они потеряли мага, но под БКБшками собираются здесь файтиться. Урсы БКБ, правда, закончился. И Пашу у нас ловят. И Пашу, если не подсейвить, Паша-то здесь умрет. Кайзер на лоу ХП, эхо слэм от Соло, ну и лайфдрейн от Мадары. Пытается подсейвить своего тиммейта. Кайзер некоторое время получал у нас помощь от своего тиммейта в виде ХП. Но все это рано или поздно должно было закончиться. Убивают у нас СФ. Фугна у нас, я так понимаю, отсюда уходит. Гвардиан Грифс уже был проюзан. Так что подхил в виде мики уже прошел. Ну и все. И команда Вега Спадрон забирает четверых, по-моему, в этом файте. Да, все началось у нас со Спартана. Ну и в троих потом еще забрали. Заработали тысячу голды в последние секунды файта. Ну и до этого еще, я думаю, где-то 600-700 за Чена должны были получить. Ну и 4400 по ХП команда Вега Спадрон. Ну что, Вега выигрывает более 4000 по золоту. И по экспириенсу 6 с копейками тоже для данной команды. Роха опять падает для команды Вега Спадрон. В принципе, вариантов немного. Если у тебя есть урса в пике, что же еще делать? На хосте Спартан. Спартан отсюда уходит. По Нетворсу Паша отстает всего ничего на 400. Ну, максимум на 500 от СФ. СФ, который на самом деле в 95% игр фармит лучше всех на карте. Тут урса практически не отстает от СФ. Это безусловный плюс для российской команды. Тут Паша постарался на славу. 8000 Вега по ХП выигрывают. И по золоту 6000 тоже для Вега Спадрон. У Никс Ассасина, кстати, есть Форс Став уже. Тут мобильная тварь. Этот Скайларк. И на полкарты перемещаться у нас может. Даггер, правда, Скайларку сбивает. Карапейс. Побили все, что необходимо. Ему уже Вега Сквадрон. И тут просто после прошедшего стана развалили Скайларк. 620 золота, ровно 1500 экспирианса получают за оффлейнера команды Лондон Конспираси. 6000 Вега золота. Экспирианс под 9 вообще от Вега. И они выходят на мид лейн. Т2 по миду будет падать. Дефать у команды Лондон Конспираси, я думаю, не получится. Им надо дефать свой хайграунд. Все, это у них главная приоритетная цель. Внизу Т2 нет. В миде тоже нет Т2 у греческого коллектива. И остался последний Т2. Он на топе у нас расположен. Паша заходит на хайграунд. У него есть Эйджис. Можно, в принципе, его разменивать. Есть Алтимейт Уорб. Также для Урсы. Я думаю, что вполне реален здесь Хекс. Хекс для Урсы. Вещь более чем полезная для данного героя. Во-первых, Пумане никогда не будет проседать. А во-вторых, контроль в течение трех дополнительных секунд. Конечно же, это... Конечно же, это прям золото для Урсы. Бейбеги. И рядом ползает Курица. Курицу разваливать Урса может с закрытыми глазами. 7500 по голде Вега. По Экспириенсу под 11 уже их преимущества. 11000. Молодцы. Закомбечили после 3000 отставания по золоту и отставания порядка 2000 по Экспе. Умудрились выйти вперед. И графики продолжают двигаться в сторону российского коллектива. Пока что в первой игре у них шансов побольше, чем у их оппонентов. Ну и что, приятно еще, что Вега Складрон обдуманные файты проводит. Научились разбираться у нас с крипами Спартана. Достаточно быстро. Нет фейлов от мага, но от мага фейлы обычно и не ожидаются. Ну и такое тоже могло бы быть. Игра-то важная тут. И самые серьезные, я думаю, что могут... Самые серьезные игроки могут подсдать. Соло цепляет Спартана. Спартана форстафает у нас Никс Ассасин. Ну и Паша прыгает у нас на Кайзера. Кайзер сразу же в Юл поднимает у нас Пашу. Паша дальше за Кайзером. Кайзер БКБ. Ноуан БКБ. Зачем? Ноуан БКБ. Ну что, дальше будет бежать у нас Ноуан? Спартан на лоу хп. Кричит и на него. Нет, Ноуан отменяет у нас крик. Тут уже понятное дело, что Паша довалит. Спартана и СФ у нас делает ТП-аут. Улетает на мидлейн. Ну забрали двоих, двух саппортов. Забрали Дазла, забрали Чена. И команда Вега-Сквадрон только усиливает свое преимущество. Так, на кого Квапа тут орала? На крипов Квапа орала. Ну а что, сыр для Ноуана есть. В принципе, ману отрегенить можно моментально. Да еще и Хекс появляется. И ману реген у нас с 2,8 поинтов до 12,9 повышается. Так, курса с чем? Ну, в общем-то, Паша у нас может собрать... Может собрать по данному пику и Скади, если я не ошибаюсь. Проблемы не будет. По-моему, Фьюри Свайп сработает. Скади. Нет, все-таки Хекс. Еще один Хекс. Хекс появляется для Квапы и Хекс для Урсы. Все, моментально. Команда Вега превращается в смертельное оружие благодаря набору артефактов. У них два Хекса. В контроле держать можно всю команду Лондон Конспириси. И причем держать достаточно долго. Тут Дазлу вообще немного надо, чтобы умирать. То же самое и Чену. Немного надо, чтобы умереть. Спартан еще у нас, кстати, под Солар Крестом неоднократно попадался. Лондонцам сложноват. Лондонца грекам. 10 с копейками Вега Сквадрон по золоту, по экспе 15 тысяч. Это преимущество нельзя отдавать. И еще раз повторюсь, появились важные, переломные артефакты. Появился Сайд оф Вайс на Урсе. И появился Сайд оф Вайс на Квин оф Пейн. Поэтому контроля, конечно, сейчас много. 7 секунд Хекса плюс Таны, которые откатываются. Сколько тут тотем? 5 секунд. 5 секунд. То есть тотем, Хекс. Как заканчивается Хекс, еще один тотем. И повторить. Потом второй Хекс. То есть кого угодно можно самого серьезного героя здесь за это время разобрать. Ну что, команда Лондон Конспириси начинает скромничать. Им сейчас не на руку файтится. Ну и поэтому Вега Сквадрон, как по мне, должны бы начать давить. Им очень даже на руку файтится. Они сильнее по факту. И им надо опробовать новые артефакты. Новые важные артефакты. Это не просто Владмир какой-то собрать или собрать, я не знаю, Баквер. Гоу попробуем, как мы смотримся с плюс 0.0005 дефа. Вапа у нас просто стирает Даззл. Соник Вейв с горы на Даззла. Даззл, бедняга, у нас просто рассыпался. Ну и Курьера забирают, в котором ничего не было, но факт есть факт. Забирают Курьера, поэтому даже если были бы деньги у Лондон Конспириси, что-то по-быстрому купить в Сикрет Шопе. Этого у нас уже не будет. Паша, Хекс, Наса Тира. Ну и ладно, и ладно. 30 секунд не будет Хекса, но не критично. Паша есть сыр. И Паша, скорее всего, должен сейчас бы его и съесть. Ну, он не ест его. Клопы. Алкопы, кстати, Эджис. Видимо, Эджис закончился, и сыр вложили в Пашу. Потому что, по-моему, был у него. Ну, он по золоту заработал у нас уже 17 тысяч с копейками. 18800 для Кайзера, но сам-то он в соло не вытащит. Следующий шаг, не следующий, а следующий пункт по Нетворсу в составе команды Лондон Конспириси. Это 13200 от Мадары. С 18800 отставание, сами понимаете, 5500-5600, это много. Ну и в этот промежуток, в 5000, влезли у нас уже и Паша, и Ноуан, которые немного отстают от своего оппонента, и Мак, который, я говорю сейчас у Кайзера, и Мак, который опережает того же Мадару. Мадара стоял на легкой линии фармилы. И вот вам, пожалуйста, Мадара на пятой позиции, Мак на четвертой. Поднимает у нас Дарксира. Мак, юзает БКБ, стенка, стяжка. Где это все? Пошла жара. Команда Лондон Конспириси не проседает по ХП, но Паша над этим работает. Паша, если что, есть цирк. Вапа у нас поорала. Ноуан БКБ, Ноуан будет добивать здесь Спартана. Спартанш под Айншелом от Мага рассыпается. Эхо Слэм у нас пошел от Соло. Фессура от Соло. Ну и даблкил от Соло в данном файте. Еще один килл от Паши, и это 3 в 0. 3 в 0. Файт в пользу команды Вега Складрон. Золото 4... Экспа 4000 золота. 1600 для Вега Складрон. Выкупается Никс Ассасин. Зачем? Что ты хочешь здесь? Что ты собрался здесь делать? СФ тоже, в принципе, живой. СФ БКБ, правда, 20 секунд еще будет. КДшится. Но у него есть даггер, у него есть ульт, у него есть 3 км от Соло. Если дадут вкастовать, то будет хорошо. Если не дадут, то Кайзер, конечно, бесполезняк будет в своей команде. Байбэк у Кайзера тоже, если что, имеется. Выталкивают Соло. Или Соло сам себя... Да, сам себя выталкивает Соло. Раздает фиссуры. Все, что можно было раздать, то раздавали. Летает у нас Кайзер в ветрах. Закончились ветра для Кайзера. Он приземляется прямо под Сему Зеслеера. Сему Зеслеер выкастывал все, что было необходимо. Стяжка пошла у нас от мага. Мадара отхиливается. Отхиливается благодаря Гвардиан Грифс. Ну и, конечно же, Аганим Септер, который через полкарты у нас теперь насасывает. 20 с лишним тысяч Вега по золоту. 25 по Экспириенсу. Мид они так и не снесли. Откуда такое преимущество тогда по золотишку-то? Байбэк от Кайзера прошел у нас. Кайзера не будет. Кайзер, точнее, не будет выкупаться. У нас еще 6 минут 30 секунд. Это минимум. И за это время Вега могли бы закончить. Было бы правильно. 44 минуты. 44 минута у нас идет на карте. 25 с копейками Вега Сквадрон по Экспириенсу. Ну, где-то уже 30. Тоже команда Вега Сквадрон. Ну, долго, конечно, Вега шли к этому. Они по началу игры проигрывали достаточно ощутимо. А теперь умудрились выйти. Еще не просто выйти, а разорвать, по сути, греческий коллектив. Тут заканчивать эту катку обязаны. Просто Вега Сквадрон. Такое преимущество не сливается. Под смоком Нован. Он будет врываться первым. У него есть сыр. Сыр тут просто из рук в руки постоянно ходит. Эйджис у нас для Урсы. А куда делся прошлый сыр? Я не знаю, не помню, ел ли его Паша. Нован, пошел Хекс у нас в Скайларка. Скайларк под Грейвон. Маг стягивает всех. А потом уже стенка от мага. Я до сих пор не могу понять, почему. Ну, стяжка идет у нас до стенки. Ну, ладно, это я уже в следующей игре или в следующем месяце буду понимать. Минус 4 делает команда Вега Сквадрон. Соло сливается. Потому что так должен был. Ну и команда Вега Сквадрон додавила своих оппонентов. Вега выигрывает первый матч. Напомню, еще раз катку у нас в формате Best of 2. Поэтому Вега Сквадрон обязана еще раз выиграть у Лондон Конспирси. Если они хотят выйти из группы. Из группы у нас выходит победитель данной пары. Который расположен будет на второй позиции. Сразу под Na'Vi. И второе место из группы, квалификация группы B попадает у нас в плей-офф. В плей-оффе в нижней сетке уже есть слот под второе место в данной группе. Поэтому надо выиграть, чтобы был шанс зацепиться хоть как-нибудь, хоть одной ногой за International. Ну что, небольшая пауза. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Ну и в группу ВКонтакте. И канал на Ютубе тоже жду вас там с нетерпением. Ну, приоритетно все-таки Твич. У микрофона друг. Это студия Агрокам ТВ. Пауза небольшая. На 5-6 минут. И возвращаемся на ответную игру. Матч Вега Сквадрон против Лондон Конспирси. До связи. Продолжение следует...